Приветик, мои дорогие подписчики! Вышло в соцсетях новое интервью Петра Толстого. Вообще-то оно вышло 15 марта. Он дал интервью франкоязычному африканскому каналу. Называется Afriqueo Media. Наверное, африканское медиа. Не знаю, как это чисто по-французски. В нем зампред Думы рассказал, в частности, о российских выборах. С демократии в Европе, которую контролирует Вашингтон, об особых отношениях России и Африки. Я еще его не видела. Перевод осуществляется искусственным интеллектом. Поэтому, пожалуйста, не в защите. Потому что после моего прошлого перевода интервью Марии Захарова с Джексоном Хинклом, который у меня опубликован на канале, можете посмотреть. Я ссылочку оставлю в описании. Была критика насчет того, что перевод не очень хороший. Ребята, это искусственный интеллект. Я по-французски сама не говорю. И длинные видео на английском тоже переводить не могу. Тем более в синхронном переводе. Поэтому смотрим в переводе искусственного интеллекта. Давайте без обид и без комментариев по поводу перевода. Что имеем, то имеем. Я буду давать свою точку зрения по ходу видео, если у меня какие-то будут вопросы или комментарии. Я еще сама не видела. Поэтому начинаем смотреть. Дамы и господа, здравствуйте и добро пожаловать на эту эксклюзивную беседу с господином Петром Толстым, заместителем председателя Государственной Думы Российской Федерации. Господин Петр Толстой, здравствуйте. Спасибо, что согласились на эту беседу с нами. Итак, после трех дней президентских выборов, которые завершились, и вы, как представители законодательного органа, а именно Думы, как вы оцениваете это голосование, которое только что завершилось? На мой взгляд, у нас был рекордный показатель явки российских избирателей, что еще раз означает, что люди объединились за Владимира Путина и поддерживают его политику внутри и снаружи. Тем более, что в трудный исторический момент, эта солидарность российского общества, это голосование за Владимира Путина еще раз показывает, что это не что-то надуманное или что-то придуманное, все, что происходит вокруг Украины, все, что происходит с Россией с 10 лет 9 тысяч санкций, которые были услышаны против нас незаконным образом со стороны Запада, и это показывает мобилизацию людей. Точно, господин Толстой, вы только что упомянули санкции. Сегодня эти западные санкции провалились. Что это было, что заставило Россию обойти эти санкции? Но на самом деле идея Запада заключалась в том, что они являются центром мира, что они должны определять отношения на международной арене, именно против них этот монополярный мир, с которым Россия сегодня борется на Украине, и мы изменим положение вещей. Доминирование так называемого Запада во всех мировых делах скоро закончится. Но мы должны сказать Западу спасибо за 19 тысяч санкций против России, потому что благодаря этому в российском обществе русские они поняли, кто на самом деле и кто. Кто чем занимается. И следовательно, именно поэтому они проголосовали этим большинством, подавляющим большинством за Владимира Путина. Потому что даже те, кто раньше не голосовал. Они пришли на избирательные участки, чтобы поддержать лидера государства в этой экзистенциальной войне, которая сегодня идет вокруг России со своих границ и внутри. Потому что это давление, которое Запад оказывает на нас. Благодаря им мы, возможно, лучше поняли нашу страну и наши исторические задачи. Как раз господин Тоста, явка превысила 73%, несмотря на попытки сорвать голосование с помощью кибератак и вводящей в заблуждение информации. Какие комментарии вы делаете? Вы знаете, так было всегда, всегда на Западе нашу демократию подвергали очень произвольной критике. Но я могу сказать, что у каждой страны есть своя история. У каждой страны есть своя демократия. Значит, Россия устроена таким образом. Согласно нашей Конституции, у нас выборы президентов, и большинство людей, примерно 80 миллионов россиян, проголосовали в течение трех дней голосования за нашего кандидата. Даже те русские, которые сегодня живут на территориях экс-Украины и которые смогли прийти на избирательные участки в новых российских регионах, они проголосовали с очень высокой явкой избирателей и с голосованием за Путина тоже очень-очень высоко. А сегодня действующий президент Владимир Путин был переизбран. Каковы, по вашему мнению, задачи на ближайшие несколько лет? На самом деле он много говорил о своей программе на ближайшие годы во время своего выступления в парламенте как раз перед выборами. И эта программа сложная, это всегда цели, которые стоят на довольно высоком уровне, но мы все должны приложить усилия, чтобы Россия сегодня была единой пятой экономикой мира. Возможно, сменит свое место на четвертую, и поэтому есть много мер, которые предусмотрены и в социальной политике для поддержки семей, для поддержки традиционных ценностей в стране. Так что все это очень важно. И за эту программу люди проголосовали именно тогда, когда голосовали за Путина. Точно, господин Толстой, вы только что говорили об экономике. Это был важный аспект во время избирательной кампании. В этом году Россия будет принимать следующий саммит БРИКС. Какую роль Россия могла бы сыграть в развитии этого института и для многополярного экономического мира? Вы знаете, БРИКС это не военный или политический союз. Это прежде всего экономический союз. Он объединяет страны с различными системами. Огромные страны, такие как Китай, Банланд, скоро еще 30 стран, которые хотят присоединиться. Сейчас их 11. И таким образом это еще раз доказывает, что Россия не находится в изоляции, как говорят наши оппоненты в Европе. Но пусть Россия объединит вокруг себя разные страны, чтобы попытаться прийти к справедливому мировому экономическому порядку, который не будет устанавливаться ни Вашингтоном, ни Брюсселем. А что именно заставляет сегодня так много стран хотеть присоединиться к этому соглашению? Мы говорим о 30 или около того странах. Каковы его мотивы? Все очень просто. Они хотят по-прежнему иметь платформу для торговли с ведущими мировыми экономическими державами, чтобы иметь прямые отношения. Иметь справедливые торговые отношения без санкций, без идей, которые сегодня навязывает Запад, старайся всегда стараться донести. Потому что на самом деле западная политика прямой колонизации сегодня скрывается за политикой словесной неоколонизации. Она экспортирует своего рода нарративы, которые сами по себе не соответствуют верховенству закона, свободе слова. Мы видели на примере России, что происходит. Он ворует суверенные фонды благосостояния, он запрещает въезд россиянам по всей Европе, Олимпийские игры, они бойкотируют и так далее, и так далее, и так. Есть что-то, это двойная мораль, эти двойные стандарты, которые сегодня очевидны для всех. И особенно для стран, которые хотят хороших отношений в отношениях с Россией, это недопустимо. Во время избирательной кампании был еще один аспект. Много говорилось о традиционных ценностях этой русской женщины, которая сумела сохранить свои обычаи и традиции. Что сделало так, что сегодня Россия смогла сохранить свою идентичность? Но это очень просто. Мы не согласны с западной политикой поощрения извращенцев. Напротив, в прошлом им не оказывалось достаточного поощрения. В России у нас есть свобода частной жизни, но в то же время мы запретили пропаганду ЛГБТ. И следовательно, Россия сегодня это остается, если хотите, последним оплотом традиционных ценностей в Европе. И это также привлекает наших коллег из Африки, Азии, Латинской Америки, потому что, когда они смотрят, они знают, что здесь, в этой стране, соблюдаются основные ценности. И они не будут заменены чем-то искусственным. А также Россия — это влиятельная держава в геополитическом плане. Россия сегодня находится в противоречии с Западом. И что вы читаете? Россия — самая большая страна в Европе. И поэтому то, что мы называем Западом, это небольшая часть нашего континента. Их политика сегодня полностью зависит от Соединенных Штатов. Поэтому они потеряли свой суверенитет в Европе. И я верю, что Европейский Союз повторит судьбу СССР в ближайшие годы. Итак, мы увидели, что санкции против России ударили в первую очередь по европейскому среднему классу, а санкции против России привели к снижению ВНП в нескольких странах Союза Европейский. Мы видим, как это делают сами европейцы, отказываясь от сотрудничества с Россией. Идя за Соединенными Штатами в этой прокси-войне на Украине, сегодня он лишает себя перспективы для континента. И международная арена – это не только Европа, это не только Запад, есть и другие важные партнеры для России, как Африка. В июле прошлого года в Санкт-Петербурге прошел саммит «Россия-Африка». Сегодня, господин Толстой, как вы оцениваете экономическое сотрудничество между Африкой и Россией? Вы знаете, мы чувствуем интерес к этому сотрудничеству со стороны наших африканских партнеров. У нас также было перед саммитом в Санкт-Петербурге, у нас здесь была международная конференция «Россия-Африка между парламентариями», и поэтому мы организовали это в Москве. В этом году, в сентябре, мы также собираемся провести крупную конференцию по всестороннему парламентскому сотрудничеству не только для Африки, но также и для наших партнеров в Азии и Латинской Америке. Россия открыта для сотрудничества и на самом деле, на мой взгляд, это одна из важных вещей для наших партнеров. Партнеры в том, что мы не преподаем уроки нашим партнерам в Африке или Латинской Америке. Мы хотим сотрудничать. Мы хотим строить двусторонние отношения на равной основе и, следовательно, с уважением относиться к обычаям, истории и демократии стран, с которыми у нас есть отношения. Именно вы, вы являетесь представителем парламентского учреждения. Сегодня, как вы анализируете, как вы оцениваете парламентское сотрудничество с этими странами так называемого глобального юга Латинской Америки, Африки и Азии, вы знаете, у нас очень хорошие отношения и особенно в последние годы у нас есть время, если хотите, расширение контактов на всех уровнях. Также скоро мы приедем в Межпарламентский Союз. Это организация при ООН, где мы будем работать с нашими коллегами, чтобы подготовиться к их визиту в Москву. А также мы собираемся провести парламентский саммит стран БРИКС. Поэтому мы развиваем отношения, потому что без диалога у нас не может быть доверия, а без доверия мы не торгуем. Поэтому мы, если хотите, по парламентской линии, мы пытаемся укрепить этот диалог. Мы пытаемся сделать правила игры понятными. Игра в экономических вопросах, а после страны принимают свои решения на основе того предложения по сотрудничеству, которое у нас есть к России. Вы рассматриваете возможность парламентского сотрудничества с конкретными странами, например, будь то Африка или что-то в этом роде. Но, конечно, у нас очень хорошие отношения. Я могу назвать вам около 10 стран. Это Бразилия, это Мали, это Южноафриканская республика. Так что есть много партнеров и есть много тем для обсуждения, в том числе об искусственном интеллекте, о развитии цифровых технологий о новых отраслях, о тяжелой промышленности. В том числе и потому, что Россия традиционно помогает африканским странам развивать их экономику и промышленность. И вы знаете, в нескольких странах школы родильные дома были построены еще в советское время русскими. так что это то, что осталось в истории наших отношений, и на мой взгляд это важно, потому что наши африканские друзья хорошо понимают, что Россия все еще там. Мы открыты для сотрудничества и будем продолжать его. Именно вы упомянули искусственный интеллект, цифровые технологии, передовые технологии. Мы видели во время российского избирательного процесса, что, например, в ходе онлайн-голосования, электронного голосования использовались искусственный интеллект и передовые технологии. Как вы думаете, может ли сегодня российский избирательный процесс быть примером и образцом для подражания для других стран? Если другие страны заинтересованы, мы готовы и открыты для такого сотрудничества. Россия огромная страна, и поэтому с разницей во времени тоже. Поэтому сложно организовать прозрачную избирательную кампанию. Но на самом деле, также благодаря цифровым технологиям, благодаря технологиям, нам это удалось, и мы готовы. Этот опыт на экспорт. Поделиться им с другими. Конечно, поделиться с другими странами. Конечно. И мы увидели во время этих выборов, что несмотря на кибератаки и водящую в заблуждение информацию, мы увидели, несмотря на все это, что российская избирательная система добилась успеха. Чем объясняется это богатство? Чем объясняется его состоятельность? Но на самом деле это традиция. У нас все-таки есть традиция демократических выборов. У нас все еще есть люди, которые следят за процессом со стороны политических партий, со стороны гражданского общества. Всегда есть члены комиссий, которые представляют разные политические силы, так что все сбалансировано, сбалансировано, и в этом процессе нет даже возможности мошенничества. Это решено одним способом. В том числе с помощью законодательства, нашего национального законодательства, но также и потому, что люди, они привыкли идти голосовать. Потому что именно для них важно отдать свой голос. Они знают, что в этот день судьба будущего поколения, судьба их детей зависит от их воли. Выбор. Так вот почему он приходит и голосует. Тогда мы увидели массовое голосование, массовое участие со стороны устоявшейся русской общины в иностранец. Как вы объясните это значительное участие? Но на мой взгляд русские, которые сегодня живут за границей, все еще находятся под давлением западной пропаганды. Под давлением от русофобских клише, которые сегодня распространяются западными масс-медиа. Так они пришли, чтобы сказать нет. Это скорее протестное голосование. Они оспаривают западную идею, что вот некоторые из них за Путина, а остальные нарисованы, потому что они не хотят признавать наши выборы. Но эй, русские, которые живут в Милане, в Афинах, в Париже, они выстроились в очередь в посольство, чтобы сказать нет, это не так. У нас есть свобода выбора, и мы приходим в посольство, чтобы проголосовать. На мой взгляд, это тоже успех. Министерство иностранных дел говорит, что примерно 350 тысяч российских граждан проголосовали за границей. Проживающие за границей. Проживающие за границей, поэтому они проголосовали на выборах. Вы упомянули о пропаганде. Какую роль сегодня должны играть российские СМИ, чтобы противостоять этой пропаганде и водящей в заблуждение информации? Это очень сложно, потому что мы одни против целой машины из 50 стран, которые работают против нас. Но что обнадеживает, так это то, что правда за нами, что победа будет за нами, и они либо изменят риторику, либо сменят политических лидеров. Но рано или поздно они увидят, что Россия была права в этом конфликте с Западом, который будет продолжаться. Я думаю, это продлится еще несколько лет. Это не на завтра. Но за нами стоит историческая причина. Так вот почему мы победим. Что бы вы ни думали или думали сегодня, вы сказали историческая причина. Считаете ли вы сегодня, что история России представляет собой добавленную стоимость для ее настоящего, а его будущее? Но, конечно, нельзя ничего строить без фундамента, то есть без фундамента. И поэтому мы строим наше будущее России, опираясь на нашу историю, на национальный характер, если хотите, что очень важно. Хорошо себя чувствует наш президент Путин. А я возвращаюсь к СМИ, как вы оцениваете работу российских СМИ с начала военной спецоперации на Украине. Я считаю, что российские СМИ работали очень хорошо, особенно наши коллеги, которые работают на линии фронта, которые рискуют рассказывать нам о том, что ежедневно происходит в Экс-Украине. Но в целом, конечно, за эти два года все изменилось. Мы стали более реалистичными по сравнению, например, с западным общественным мнением. Так что еще раз спасибо нашим коллегам за санкции, за волну русофобии и так далее. Итак, мы очень хорошо разобрались, кто есть кто и кто прав, а кто виноват в этом. Это история. И вам спасибо, господин Толстой. Я напоминаю, что вы являетесь заместителем председателя Государственной Думы Российской Федерации, и спасибо вам, дамы и господа, за то, что последовали за нами. Отличный набор программ на арте и на французском языке из Москвы. Спасибо вам. Ну, ребята, классное, да, интервью. Вообще, Петр, конечно, красавчик. Вы знаете, я уже читала много мнений о том, что многие видят его в качестве, возможно, потенциального кандидата на должность президента Российской Федерации и как преемника нашему президенту Путину. И я думаю, что Петр, вот, он действительно один, наверное, из таких вот ярких звезд сейчас на политическом небосводе или небосклоне, или как называется, на небесном, как бы, горизонте, да, на политическом горизонте нашей страны. Я давно слежу за его творчеством. Еще в Америке было, выходило несколько шумных интервью, особенно, когда только СВО началось. У него была очень большая такая дискуссия на французских каналах. Он там просто разложил французов, там на лопатки положил. Ну, то, что он работал в политической сфере, и теперь он работает вот тоже в Думе, да, то есть у него знание языков, образование, вообще многое, что позволяет, я думаю, достичь очень хороших высот в политической карьере. Он очень и патриотично звучит, и в то же время разумно, и у него все время такие правильные, как бы, правильный подход, и за словом, в карман он не лезет, но в то же время он не городит, знаете, там таких слишком популистских, пойдем сейчас всех убьем, да, тоже таких, как бы, он лозунгов не бросает. То есть он достаточно обдуманно, достаточно взвешенно говорит. Единственное, что он сказал в предыдущем интервью, которое я тоже выложу на канале, а там было французским, французскому журналисту, он единственное сказал, что если солдаты, которые Франция отправит на Украину, на линию фронта, то они там все погибнут. Но это не то, что там, знаете, как вот некоторые горячие головы, просто мы сейчас нажмем кнопку и всех уничтожим. Особенно вот наш Медведев бывает любитель такого. Сейчас мы всех всем покажем. Все-таки Петр более взвешенный. В общем, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Рассматриваете ли вы Петра Толстого как человека, который, возможно, сможет заменить Владимира Путина в будущем на должности президента. И смотрим другое интервью его же с французским каналом. Там немножко не так все гладко прошло, как в этом интервью. Надеюсь, вы посмотрите и выскажите свое мнение. Подписывайтесь на канал. На канале будет много всего интересного. Всем до встречи, до свидания.